Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас понедельник. Я вот тут зашла в детскую комнату и решила с вами немножко поболтать. Мои детки еще спят, потому что у нас еще 8 часов на часах. Они вот привыкли после каникул немножко отсыпаться. На этой неделе тоже школы нету. По компьютеру тоже у них нету занятий, начнется только завтра. Ну поэтому я думаю завтра будем потихоньку входить уже в нормальный режим. Конечно я очень расстроилась, когда сказали, что не будет школы. Потому что сами понимаете, какое-то занятие дома. Это вот сейчас опять им дадут целую папку заданий. Что для одного, что для другого. И вот придется с ними сидеть это все разбирать. Ну хорошо, что у меня ребенок еще ходит на дополнительные занятия. И как бы может немножко, если что-то там сама не допоймет, то как бы позаниматься еще как дополнительно с учителем. Ну я как бы очень надеюсь, что это только вот как бы одна неделя, которой будет школа закрыта. А если будет как бы в дальнейшем еще как и было на пару недель, то вообще тогда можно рехнуться. Ну как бы вчера я слышала по радио, что у нас заражение немножко упало. Инфицированных, по-моему, с 21 тысячи или с 24 тысячи до 19 или до 18. Ну как бы минимально там, да. Ну как бы большой роли это сейчас как бы сильно не играет. Ну посмотрим. Будем надеяться, конечно, на лучшее. Ну да, понятно, как бы сейчас были каникулы. В принципе, наверное, многие сидели дома, потому что пойти некуда было. Погода была плохая. Ну и, наверное, вот за эти дни немножко как бы вот это вот и упало. А сейчас, если опять как бы... Ну то еще и магазины все, получается, закрыли. Ну а сейчас как бы опять, если со следующей недели нормально будет открыта, в нормальном режиме школа, то опять, естественно, все пойдет наверх. Эта тема вообще вот насчет коронавируса и вообще всей вот этой ситуации, насчет нее, это уже просто, знаете, я уже не знаю. Это просто до тошноты. Я лично, да, я уже не могу на эту тему ни слышать, ни разговаривать, ни видеть ее, ничего. Как бы, знаете, вот заходишь, например, только в интернет, да, ну как там начинаешь там что-нибудь читать, там сразу вот такие какие-то страсти про этот коронавирус, про этот локдаун и все такое. А как бы вот даже я читала, что вот больницы настолько переполнены... Кстати, какой-то немецкий журнал писал, что больницы, они все напереполнены опять же, ну как вот сейчас. Мест нету, что у людей, получается, их не даже плановые операции, которые вот должны проходить вот, да, если они сильно такие, как бы, ну как срочные. Их откладывают тоже, как бы, что на неопределенное время, что как бы рук не хватает, врачей не хватает. В общем, не знаю. А я состою в одном сообществе там в Фейсбуке, как бы, и там тоже, как бы, вот именно вот эту тему тоже люди обсуждают. И много-много там людей, которые работают в больницах именно, ну как бы, ну не врачи, а вот именно как медсестры, да. И, как бы, тоже, получается, в разных уголках Германии, да. И многие пишут, что, типа, это все чушь у нас, наоборот, ну как, пустуют места, что, как бы, мы рады даже, если приедут, как бы, пациенты там, да, а их просто-напросто нету. Поэтому, как бы, знаете, вот это еще раз, как бы, доказывает, да, что, наверное, не всегда стоит слушать, как бы, верить то, что нам говорят газеты и журналы. Еще бы я хотела бы вот услышать ваше мнение насчет вакцинации. Вообще готовы вы сейчас на данном этапе пройти вакцинацию? Потому что, так как я, как бы, медицинский работник, по идее я стою как вне очереди, и я могу получить, ну как, место на вакцинацию. Фу, если честно сказать, как бы, я боюсь, да, вот, боюсь, потому что, окей, да, вот люди там говорят, чего бояться, типа, не слушай там, не смотри, тот, кто вот, не знаю, может быть, там пару человек умерли, которые на миллион, да, типа, не надо, как бы, ну, на них смотреть и вот применять это на себя, да. Да, как бы, вот у меня уже на работе, как бы, пару коллег привилось, как бы, ну, пока нормально все, как бы, не было никаких у них там побочных каких-то эффектов. Ну, просто, знаете, там люди говорят, а ты не думаешь, что она там сейчас, как бы, да, ну, как разовьется тебе побочка, она, может, через пару лет. Ну, знаете, как бы, если так думать, да, как бы, любая вакцинация, да, несет за собой последствия. Ну, как бы, с одной стороны, как бы, эти вакцинации, которые уже проверены годами, там, да, у тебя все равно как-то немного больше доверия, да. А эти, которые вы только сейчас вышли на рынок, то, естественно, немножко, как бы, под подозрением. Просто, знаете, если бы на самом деле бы все страны мира, да, не смотрели бы только на политические взгляды, да, а вот просто, как бы, вместе бы взялись, и вот даже, как вот Россия, да, сейчас это вот прививки, да, их, как бы, они уже прошли все, как бы, стадии, что, клинические стадии, что все, да, ее уже, ну, как, подтвердили, что в России, там, я не знаю, сколько, ну, не буду говорить, сколько процентов, но довольно-таки большое количество населения. А у нас в Германии практически 60-65 процентов населения не хотят, как бы, прививаться. Это тоже о многом говорит. Ну, вот, вы знаете, я вот там тоже разговаривала с одной женщиной, которая уже, как, привилась. Она говорит, да, просто, типа, это простая же такая же прививка от гриппа. Но, как-то, вот, вы знаете, все равно, вот, какой-то страх подкрадывается, и все. Ну, с другой стороны, как бы, наше правительство, как бы, делать все, чтобы мы все-таки прививались. Потому что, а вдруг, потому что, как бы, какой выход еще из этой ситуации? Потому что, если мы не начнем прививаться, то, получается, мы просто будем заперты в клетках. То есть, если у тебя есть вакцина, ты можешь спокойно ходить, гулять, посещать там рестораны, ездить в отпуска, да. А если у тебя не будут, соответственно, будем все сидеть по домам. Ну, с одной стороны, как бы, как сказать, там тоже одна женщина написала под комментарием где-то у какого-то блогера, у него тоже была, вот, как у немецкого тоже тема вакцины, и там вот даже не одна, а несколько ему написали. Чё, типа, отпуск тебе дороже, чем жизнь? И, кстати, там прям столько лайков у него было под этим комментарием. Поэтому, не знаю, вот, видите, как бы тема вакцинации, она тоже вот разбита на два лагеря. Сейчас уже, как бы, да, у меня есть многие знакомые, которые уже привились, ну, как бы, именно только в медицинской сфере пока. Потом учителя, я знаю многих учителей, которые уже привились, и прививались они все вот именно вот этой астрозеника. Нет, ну, есть, которые, конечно, и Бионтек, а ну, есть и астрозеника. Сейчас моя коллега тоже вот на прошлой неделе она обзванивала, она сейчас решилась, хочет тоже привиться. И не было просто-напросто терминах. Как бы и вакцины нету, и терминов нету. Именно вот на эту Бионтек. А на астрозенику, пожалуйста, прививайся. Просто, например, я, как бы, тоже не вижу выхода из всей этой ситуации. Потому что, как бы, если даже правительство говорит, что мы тоже не знаем, да, как из всей ситуации выйти. То есть, как бы, мы, население, да, мы должны привыкнуть к этому и должны, как бы, как сказать, привыкнуть именно вот к этой жизни, да, что, в принципе, другой жизни у нас уже не будет. Как бы той, которая была, например, до пандемии. Как бы вот, если у них нет выхода, да, как бы из этой всей ситуации, то что можно говорить о нас, да? Мы тоже, как бы, вот, на данный момент мы просто, как бы, живём и делаем всё, что нам диктует, как бы, правительство. И это вообще очень печально. Если честно, вообще сейчас вспоминаешь, да, нам перед те годы, которые были вот до этой всей фигни. И вот думаешь, как нам ещё хорошо сжилось, а мы всё плакали, а теперь, а теперь ещё хуже живётся. Ну, как бы, как сказать, хуже, да? Я имею в виду в плане только морального, да? В плане работы, например, для моей семьи вообще ничего не поменялось. У нас как было, так оно и осталось. Но, естественно, многие люди, даже, наверное, многие тысячи людей потеряли свой привычный образ жизни, я имею в виду, потеряли свою работу, потеряли место. Вы знаете, наверное, даже на фоне этого у них немножко и, как бы, происходит нервные срывы. как бы, потому что, тут, знаете, как бы, человек с, как бы, стойчивой психикой, психикой, да? Не всегда может это всё, как бы, как сказать, вытерпеть, да? Представляете, который уже, у него немножко такая подшатанная психика, что с ним может случиться? Так интересно, у меня знакомая, она тоже вот сейчас хочет обратиться, как бы, вот, за помощью к психологу, психиатру, ну, как бы, не на фоне этого всего, там, да, не на фоне коронавируса, ничего, ну, как просто свои проблемы. И, то есть, она не может ни одного найти специалиста, то есть, они забиты вплоть, наверное, до следующего года. И вот, представляете, да, что вот, или их настолько сейчас много, что просто, ну, как, не хватает, да, как бы, специалистов, или просто сейчас, на самом деле, много людей, которые нуждаются в помощи. Наверное, скорее всего, второе. Смотрите, я уже как телепортировалась. Сейчас я нахожусь в центре города Людвигсбург. У меня сегодня термин к зубному врачу. Я его все откладывала, откладывала, но уже смысла нет больше откладывать. Вообще, я ненавижу ходить по врачам, потому что для меня это всегда стресс. Но зубных врачей вообще, по идее, как бы, нельзя пропускать. Хотя бы, вот, раз в год все равно надо проходить. Ну, как бы, даже если у вас там нет проблем, как бы, просто контроль, да, потому что, как бы, и АУКа потом, как бы, более лояльно относится, например, потом, если надо что-то, ну, как, какие-то будут масштабные проблемы с зубами, что они будут больше, как, перенимать процентов. И даже, вот, как бы, у нас, да, вот, у меня лично нету. Хотя, наверное, надо сделать. есть такая бонусная карта, да, где ты ставишь, как бы, штемпельки, ну, как и отмечаешься у своего зубного. Получается, потом, по-моему, у тебя какие-то там даже, ну, как, бонусы, идет, как с кран-конкассы. Ну, вообще, я стараюсь, как бы, да, ходить раз в полгода, потому что, как бы, на чистку зубов, как бы, можно ходить два раза в год, да, по-моему, бесплатно. Но, признаюсь, в этом году я вообще все пропустила, потому что, как бы, ну, во-первых, как-то неохота было ходить из-за пандемии, ну, а во-второе, вообще, как-то особых проблем, как бы, не было, да. А тут, получается, у меня была, недавно выпала пломба, ну, как недавно, наверное, уже с месяц, ну, как бы, не то, что выпала пломба, а просто, как откололась, да, получается она, как бы, от зуба. Ну, не полностью, половинка. И вот мне приходится, как бы, пришлось. Я вот тянула, оттянула, потому что я себе еще заключила страховку, как бы, еще, ну, как помимо основной страховки, я заключила еще, как бы, приватную, да, чтобы, как бы, она мне оплачивала все мои, как бы, господи, что-то вообще, вот что значит с утра пораньше встать. Ну, покрывала всю работу от стоматолога. Вообще, в принципе, когда я вот, у меня русский стоматолог, я хожу к ней уже порядком, наверное, 13 лет, а то, наверное, больше. Ну, как бы, между делом, я тоже меняла стоматологов по переезду, но все равно, как бы, возвращалась к ней. Она мне очень нравится, такая вообще открытая, доброжелательная, такая вот, общительная. Ну, конечно, как сказать, любят они найти того, чего нету у тебя, как бы, или что еще может, как бы, подождать там, с зубами. Потому что сейчас они, как бы, в самом центре, вон там, посмотрите, вот это самое центральное здание, у нас там, в гнезду банк находится, а вверху ихний праксис. А раньше они жили в другой деревушке, в таком малюсеньком-малюсеньком, забегаловка такая была. Ну, а вот сейчас, конечно, переехали они сюда уже несколько лет назад. Надо же, как бы, оплачивать все то, что тут надо платить. Поэтому, как бы, и цены немножко, ну, как, возросли. Ну, это, наверное, не только у нее, во многих практиках. Но вот, что интересно, например, я когда хотела к немецким врачам, у нас там, в моем городе, получается, все то же самое, как бы, рентгены, вторым-порым, и он не видел проблемы. Например, с какими-то там зубами у меня, да? А придя, как бы, к ним они постоянно что-то находят. Ну, как бы, они тоже говорят там, можете еще не делать, но я бы вам бы уже посоветовала бы, да, например. Ну, как бы, все равно право выбора за тобой, я все равно считаю, как бы, на здоровье экономить, это глупо. Поэтому, вот, как бы, как бы, таких масштабных проблем у меня нету, но все равно, вот я тут надо все-таки все равно. Кстати, моя страховка, которая, она даже покрывает, как бы, протезирование, 100%, по-моему, 100%, оно все 100%, и там не надо ждать, получается, ты можешь сразу приступать к, ну, как, к лечению, да, и даже у них такой бонус есть, они отбеливание зубов тоже сюда входит. Ну, вообще, потому что я, как бы, еще у меня возраст позволяет, поэтому и цена, соответственно, не такая уж и кусочая, то есть, как бы, можно себе позволить. Ну, а если люди, как бы, заключают уже с возрастом, ну, как, там, то, естественно, и цена будет меняться, ну, и зависит тоже от состояния зубов, как бы. В месяц я плачу 29 евро, и ты можешь ее, как бы, кюндиковать через 10 месяцев. Ну, как, тебе надоест, ты вот, сделаешься, например, да, что тебе надо, раз, кюндиковался. Вы знаете, на улице такая холодрыга, что я просто не могла даже снимать на улице, поэтому решила зайти уже в здание. Ужасно, прямо я еще так легко делать, так, по-весеннему, хотя передавались, у меня, в принципе, 10 градусов, но дуба конкретно сегодня. Вот я тут уже зашла, зашла в лифт, буду подниматься. Что хочу еще сказать насчет стоматологии, да? Пришлось мне идти пешком, потому что, представляете, сейчас вот вышла, ну, как, пошла в лифт, и лифт, получается, поехала вниз, а мне надо было наверх, и там стоял какой-то дед, ну, не дед, такой уже, ну, как, дедушка, конечно, а такой мужик, уже в возрасте, представляете? Я ему говорю, мне наверх надо, а он мне такой говорит, тогда концентрируйтесь, куда вы едете, представляете? Вот такие уроды. Я говорю, при чем-то концентрироваться, я нажала, если вы меня внизу вызвали, понятно, что лифт сначала вниз поедет? Ой, ужас, просто вот есть такие вредные, я прям, прям не могу с такими. Я вышла, блин, и пошла, пошла пешком. Так вот, что я хотела сказать еще на счет стоматологии. У нас с детьми, как бы я тоже регулярно посещаю стоматологов, и у нас, недалеко от нас, есть, как бы такая детская клиника стоматологическая. До определенного момента у ребенок, ну, старше, да, она просто панически боялась стоматологов. То есть, потому что она насмотрится там всяких непонятных, насмотрится там всяких сказок, мультиков, что там зубы вырывают плоскогубцами, там, вот такие здоровые шприцы ставят. И то есть, получается, ой, я тут задыхаюсь, четыре пролета прошла, как бабушка. И это, так, и вот она панически как бы боялась, как бы врачей пока не поняла, что все это как бы только сказки. Ну, так вот, и мы решили как бы пойти в эту специализированную клинику, потому что там, получается, делают не специальным, не под специальным наркозом, а под каким-то, называется, как лягкас, я не знаю, как это по-русски. Ну, то есть, получается, тебя как немножко, как ты немножко как пьяненький становишься, и не воспринимаешь все это как надо. Ну, вот мы, короче, пошли были 4, так, сейчас ей 10, 3 года назад мы пошли на проверку, и получается и у нее, и у него как бы уже был, начинался каристь немножко, ну, как бы на молочных зубах, да, те, которые вот должны были вот-вот выпасть. И, получается, мы пошли, они сделали как бы снимки, все, и насчитали нам на двоих 2000 платить. То есть, что вы понимали, они хотели как бы пломбировать те зубки, которые уже вот должны выпасть. Для меня, как бы, кажется, это немножко, ну, как, не знаю, диковато, да, но они как бы советуют, что, как бы все равно эти зубы лечить, не вырывать, а лечить, дабы в дальнейшем кариес не перерос на коренные зубы. Не знаю, правда это, неправда, я в эту тему сильно не вдавалась. Ну, получается, там само лечение стоило вот около полторы тысячи, да, и примерно по 200 евро надо было заплатить за вот этот вот лякас, за вот этот вот типа наркоз. Как бы, знаете, это тоже немалые деньги, да, естественно, если бы это надо было, там же на коренные зубки или еще что-то, знаете, то, конечно, заплатили бы не в этом как бы вопрос, да, но я все-таки решила пойти еще к другому стоматологу, и я вот решила все-таки к своей, к своему взрослому. Мы пришли, поговорили с ней, она обсмотрела, сказала, что ситуация тут не критичная абсолютно, что и вообще как бы, да, немного надо зубки полечить, а те, которые уже в принципе вот-вот должны как бы уже ну как сами выпасть, их просто мы сейчас как бы удалим. Это вот я про Темка, вот у него надо было удалять передние зубы, у него немножко начался был кариес. Потом, ну я как бы я объяснила, что у меня как бы детки, ну как Амелька боится, она говорит, ничего, типа, справимся. И вот вы знаете, потом мы пришли как бы сделали термины, пришли на термины, что меня поразило, да, да, она как бы боялась, она тоже сжималась, как бы там рот не открывала, да, но у меня просто настолько это поразило, и вообще удивила, насколько у нее терпение хватило, она с ней, знаешь, знаете, что вот она просто, знаете, как вот обычно, как бы, ну как даются термины уже, чтобы они распределяются, распределяют время, а тут, как бы, вы знаете, она пока не сделала свое дело, другая бы сказала, так, давайте или поговорите с своим ребенком, или приходите в следующий раз там, да, а она правда столько взяла, как бы, на себя вот эта ответственность, и как бы, и вот, и вообще просто мой ребенок без проблем, и после этого она вообще, она даже сама, знаете, что, когда пойдем на проверку опять зубов, ну, а Темка у меня вообще другой раз там, ему вообще, он ничего не боится, так, ладно, пошла, короче, на термин, как выйду, потом сообщу вам, что у меня там, что мне там насчитают, все, я сижу тут уже в кресле, тут уже все подготовлено, я вообще, если честно, это такой релакс-экранчик, посмотрите, какая у них панорама, ну, конечно, тут много сейчас машин, а вообще вечером тут, наверное, вообще красота, я, если честно, вообще до ужаса, просто, до панического страха боюсь зубняков, поэтому и не удивляюсь, кого моя дочь такая, так, ну все, буду теперь точно отключаться, подключусь к вам попозже, ну все, я тут уже опять телепортировалась, уже на теннисный плац, сейчас дети уже отыграли, я не могла снимать, потому что много других деток, в общем, хотела просто подвести еще итог, сегодняшнего визита к стоматологу, короче, не все так хорошо, как я думала, получается, мне предстоит немного, как бы сказать, поработать над своими зубами, сегодня у них, как бы, сегодня у меня просто был контроль, она все посмотрела, мы сделали снимки, короче, там делать и делать, вот что значит, получается, я год не ходила, даже, наверное, какой год, уже полтора года я не ходила, получается, из-за всей этой пандемии, и так, просто что-то за нехватки времени, и, соответственно, теперь вот придется, ой, как я не люблю зубных, вы бы знали, это для меня, наверное, не знаю, самый худший враг, если так можно выразиться, ну все, детки мне закончили уже тренировку, сейчас бегу, надо подкупиться немножко, и там, не знаю, может еще пойдем прогуляемся, если будет еще желание, короче, вот все, можно сказать, выходной первый прошел, завтра опять меня ждут великие дела, завтра у меня будет уборка, потому что, как я уже повторюсь, на прошлой неделе, вообще мне было ни желания, ни, ни как бы времени, а если нет желания, то лучше не начинать ничего, потому что все равно ничего не получится, ну все, буду с вами прощаться, увидимся в новом видео, всем желаю хорошей, хорошей недели, хорошего дня, и до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok